Привет всем тем, кто смотрит наш новый выпуск. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом небольшой конверсии ПТР-Тау-Рокс для практики астромилитаров. Моделька прямо скажем неоднозначна, при вполне приемлемых игровых характеристиках и очковой стоимости имеет довольно спорный внешний вид, особенно режет глаз аж четыре гусеница. Сразу после поступления Тау-Рокса в продажу, интернет наполнили множество вариантов конверсий, чего там только народ не придумывал. Густо фантазии зашкаливает. Некоторые модельные конторы даже начали выпускать готовые наборы для конверсий. Наиболее удачный, на мой взгляд, получился у Виктории Миниатюрс. Правда, цена у него в 18 долларов. И теперь я расскажу, как я решал эту проблему, а также поделюсь своим первым опытом установки всего вооружения на магнит. Для начала обсудим замену стандартных, ведущих в комплекте Ставароксовым гусениц на колеса. Для этого нам нужны, в первую очередь, именно что? Да, колеса. Получается, что кроме этой коробки, нам еще будет необходим донор своими колесиками. Для этого мне пришлось прикупить вот такой набор. Это БТР от Звезды и существует несколько различных модификаций, версий, там 70, 80, 90, еще что-то там какие-то разные, но это не имеет, в принципе, никакого значения, потому что нам с этого набора понадобится только именно колесики. Почему мы и на БТР? Потому что колеса от БТР нам больше подходят по размерам. Все очень просто. Дело в том, что во всех остальных Звездовских моделях, в 35-м масштабе. Да, не только в Звездовских. Колесики приближены к оригиналу, то есть они слишком тоненькие и не вписываются в масштаб в ахе. А в БТР они достаточно толщины, поэтому будут смотреться на нашем БИБИКе получше. Так же можно использовать колесики от Лего, наиболее простой вариант, но лично мне они как бы не нравятся своими протектором шин, слишком он простой и не интересен для меня. Итак, купили такую коробку, открыли, достали колеса. Посмотрим, какие же колеса ждут нас в коробке с этим БТР. Они представляют из себя резиновую шину и простые две детальки. совершенно все просто собирается. Стрык и готово. Готово наше колесико. Так же потом такая шпилька присутствует, на которой она собственно одевается. это без углубления всякие модельные штуки, которые нам совершенно не нужны. Теперь, значит, рассмотрим, как все это, собственно, крепилось на наш Таур-Рокс. Вот наша моделька. Здесь я уже поменял колеса. Теперь покажу вам, как это, что было, и расскажу, в чем, собственно, весь интерес. Значит, на модели оригинальной тут присутствуют такие выпуклости, на которые приклеиваются гусеницы. Иначе надо было срезать. И на их место приклеили ту самую шпильку из набора от БТР, на которую уже и сажаем наше колесо. Видите, все очень просто, все легко и понятно. Кстати, вот эти вот детальки, если бы не журнал LiveDwarf, я бы так и не допер, куда их клеить, инструкциями не указан. Так что будете знать. Вот так вот он смотрится с колесиками. Теперь поговорим о магнетизации. Так как я хотел сохранить возможность вставить весь комплект вооружений доступный Таур-Роксу. и используется не только как Таур-Рокс для просто гвардии, а еще и для темпестусов Таур-Рокс Прайм, чтобы у меня был. Поэтому я все оружие попытался поставить на магнит. Сейчас я вам расскажу, как я это делал. Возможно, кому-то это пригодится. Кто-то сделает лучше, кто-то хуже. Но я делал именно так. Начнем с башни. У нас в вариантах башня для просто Таур-Рокса вооружена двумя автопушками. Но тут все совершенно просто. Значит, внутрь башни, напротив вот этих шпилек, на которые крепится, должны приклеиваться наше орудие, мы приклеиваем с внутренней стороны магнитики. Этот третий магнит слева приклеен для версии с гатлингом или Таур-Рокс с батлкэноном. Потому что на двух магнитах там довольно крупная конструкция, чтобы она лучше держалась. Значит, соответственно, магниты приклеиваем. Все очень просто. Приклеиваем с боков наших автопушек. И все у нас достаточно прочно и хорошо крепится. Можно было, конечно, утопить эти магнитики, утопить их очень больше и глубже в корпус. Но тогда оставала проблема с установкой их вот в эту часть нашего автомобиля. Потому что тогда этого расстояния не хватало из-за вот этой шпильки для нормального схватывания двух магнитов, которые внутри и которые снаружи. Об этом чуть позже. Значит, здесь, как вы поняли, все очень просто. Три магнитика внутри, по одному снаружи. И не забываем... Вот это фокусировка камеры. Не забываем про крышу. Так как в версии Prime возможна установка ракетного вооружения. Нам, соответственно, нужно подготовить к этому нашу автомобиль. Значит, в обычной версии здесь стоит просто крышечка. Значит, для этого мы тоже просто поприклеивали по четыре магнитика. И напротив их, и напротив них, соответственно, на крышку сделали то же самое. Поэтому в обычной версии у нас все плотно закрывается. И все. Готов наш Таурокс обычных гвардейцев. Значит, обычную версию Таурокса мы разобрали. Теперь поговорим о вооружении для более продвинутой версии, а именно Таурокса Prime. Итак, башенное вооружение. Значит, не забываем про наши дополнительные магниты в башне. Теперь нам нужно установить конструкцию на нее. Этот короб, в котором, значит, в котором вставляются уже основные эрудия. Баттл Кэнон и Пунишер. То есть не Пунишер, а Гатлинг. Таурокс Гатлинг Кэнон. Здесь, соответственно, все тоже просто. Внутри этого короба со стороны прикасающей с башней устанавливаем также два магнита. Соответственно, как мы и ставили внутри башни. И вот все оно отлично держится. Если у вас есть большой, можете поставить внутрь башни с этой стороны более крупный магнит. И тогда будет, возможно, крепче держаться. Но, как по мне, вполне оно неустойчиво. Значит, два магнита с этой стороны для удержания с башней. И один для установки вооружения. Прийдите внимание, что магнитик ставим один и сдвигаем его в бок. В один из боков. Потому что, если в версии с Гатлингом нам как бы все равно с какой стороны устанавливать его, то в версии Батл Кэнон толстый основной ствол с одной стороны. Поэтому, чтобы не уменьшить прочность конструкции, лучше составлять магнитик именно со стороны Батл Кэнона. И вот она вот так вот у нас будет крепиться. Ну, сейчас она задирается, потому что не удерживает ее верхняя часть. Сейчас мы приклеим верхнюю часть и покажем, как это уже действует, работает в сборке. И так, значит, мы дособирали этот короб. Установили на него орудие. И в сборке это выглядит так. Значит, по-моему, он довольно прилично держится. Естественно, если будете ронять, то может и клей не спасти вас. А так, для стола, для игры, вполне себе крепость. Значит, все легко заменяется. Теперь мы с пушечкой. Еще хочу обратить внимание. Вот эта вот деталь для версии обычного, гвардейского. Она устанавливается здесь. А Prime тут, на башню. Соответственно, ее лучше приклеить сразу на башню. И сюда даже не пытаться установить. Так как в случае, когда вам понадобится, значит, версия с усиленным вооружением на башне. Ой. Это визор этот или что это. Он будет, значит, мешать крутиться. То есть не давать башне вращаться. И установить вот эту орудийную установку. Такой у нас получился Prime. Продолжаем обсуждать Prime. И теперь поговорим о ракетной версии. Значит, в ракетной башне, то у нас отсутствует. Вот. Для этого мы просто поставим, значит, ултерик. Для красоты и скорее. И займемся установкой ракет. Значит, здесь у нас, как мы помним, уже стоят магниты. Внутрь также. Напротив вот этих выступов мы приклеиваем. Внутри также. Вот. Видны также магнитики. И берем, значит, наши волейганы. Которые по умолчанию у Prime. Она расположена на корпусе. Вот. Все легко устанавливается. Довольно крепко держится. Так. Теперь ракеты. Значит, ракеты у нас представляют из себя вот такой набор деталей. Значит, придающая наклон деталька и сами ракеты. Значит, в ракетах, в коробах у нас на кусочках от литников мы установили тоже по два магнита. Здесь. И просто приклеим по два магнита с другой стороны. Значит, для вот этих пупырышек я брал с литников, срезал ищет те места, через которые подается пластик в форму. Они как раз с толщиной вместе с литником подходящего нам размера получаются. вот. Теперь все просто устанавливается. Ой. Ну, камера. Фокусируйся. Вот. Значит, на эту детальку мы не устанавливаем никаких магнитов. Прижимной силой, значит, в расположенных в ракетах и в крышке, вполне хватает, чтобы наша конструкция не падала. и довольно крепко держалась. Значит, там еще существуют такие пазики. Хорошо бы в них, конечно, попасть. Вот. Все. Попали в пазики и все нормально. Вот. Такая несложная, буквально работа на вечер и получился у нас Тауроксик с богатым вариантом вооружения. Ну, на этом, наверное, и все о этой машинке. Подводя итог, хочется сказать, что могло, конечно, получиться у меня и лучше. Но это мой первый опыт работы с магнитами. Хотя, на очереди у меня стоит еще лимонрас. Надеюсь, с ним у меня выйдет уже более качественно. О процессе я вам обязательно расскажу. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До встречи.